Все, в этот момент, как я ему ударил второй раз по ноге ножом, третий, который сидел за рулем, он сильно-сильно на гажетку нажал, что она прям улетела. Я же чуть не выпрыгнул оттуда. И все. Вот такие дела. Не знаю, как вам, а у нас от такого простого, на первый взгляд, рассказа холодеет кровь. Убить человека просто так, походя, наверное, под силу только тому, кто, скажем так, с большими странностями в голове. Сейчас следователи говорят, что пострадавшие просто оказались не в том месте и не в то время. В тот декабрьский вечер выходцы из Азии после трудового дня на газели разъезжались по домам. У одного из них остановились, и это стало роковой ошибкой. Проходящий мимо попросил закурить. На отрицательный ответ мужчина отреагировал агрессивно. Вытащил нож. Я им открываю дверь. Я говорю, вы что, вообще что ли? Они, чё, 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 сейчас мы тебе, сейчас чё-то, я достаю нож, я говорю, чё ты мне? И ударяю первого, который сидел в первом сиденье ударом ножом. Достаю нож и второго по ноге. Странности в поведении мужчины и резкие перепады настроения вынудили следователи вызвать экспертов-психологов. И вот им-то обвиняемый поведал. Убить человека его заставили голоса. Подчинять себе его сущность они начали пару лет назад. Теперь приходят после каждого запоя. Были обнаружены следы совершенного преступления, орудий преступления. Но ввиду психического состояния на первоначальном этапе с ним возможности пообщаться как бы не было. После этого он был помещен в специализированное учреждение. После выведения состояния он дал показания, признавшись совершенным преступлением. Он пояснил экспертам, что у него психическое расстройство связано с наличием в голове четырёх голосов. И ему голоса сказали убить этого человека. Потому что если не убьёт он, убьёт его. Но это он сказал экспертам. Монологами в голове обвиняемого теперь займутся психиатры. На принудительном лечении настаивает и обвинение. И ещё не факт, что психиатрическая больница для этого человека окажется лучше, чем тюрьма. Подавлять голоса здесь, как известно, умеют. Превентивно. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».